Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Приветствую вас, уважаемые друзья! Сегодня у нас очередной выпуск будней Московской биржи. Мы немножко сместились на неделю из-за того, что у меня просто пропал голос и до сих пор окончательно не восстановился. Поэтому будни слишком долгими сегодня не будут. Ну и хотел бы напомнить, что у нас сегодня будет два интересных таких момента. Первый момент это то, что настройка моего экрана, который вы сейчас видите на своих экранах, я сейчас ее немножко переделал, ссылочку на нее дам. И второе, хотел сразу говорю напомнить, что буквально на прошлой неделе у нас прошел вебинар стратегический, где мы практически по всем секторам прошлись. По основным компаниям, голубым фишкам и те, которые отчитались, по ним мы порядка трех с половиной часов разговаривали, смотрели куда кто пойдет, где какие хорошие уровни на будущее для покупки, для продажи. А если вы вдруг не присутствовали и хотите посмотреть запись, чтобы я сейчас не говорил одно и то же, заходите на сайт WallStreetPro, слева в раздел вебинары по инвестициям. И вот здесь есть запись нашего стратегического вебинара по российским акциям «Ноябрь». И можете получить, соответственно, запись. Эта запись будет доступна до четверга 20, получается, 9 ноября. После чего я решил, что в вебинаре будет запись доступна одну неделю. Поэтому переходите туда и получайте ее. Ну, чтобы нам не повторять. Соответственно, по поводу теперь моей настройки. Настройки КВК. Я немножко привел в порядок нашу настройку. Теперь здесь представлены все наши основные сектора. Подразбил. И у нас есть HRMED уголь, есть цвет MED майнинг. Это отдельно у нас выделил. Почистил все таблицы. Добавил сюда ETF. То есть у нас появился теперь еще и раздел ETF. Добавил сюда, помимо Финнекса, ETF. У нас же Сбербанк несколько месяцев назад представил свою собственную ETF по российскому стандарту. Что это такое? Можете зайти на сайт Сбербанка. И здесь вы найдете Сбербанк индекс Мосбиржи о полной доходности Бруто. Вот здесь как раз все показывается. То есть, по сути, покупая поевой фонд, такой ETF Сбербанка, вы покупаете индекс Мосбиржи, который вот его состав. Можете посмотреть. 10 крупных позиций и так далее, и так далее. В принципе, ссылочку вот вы видите. Это Сбербанк-ам.ру. Individuals.etf.slash.etf-moex. Можете почитать про этот индекс. По сути, он решает основную задачу для вас. Это не напрягаться. Не надо смотреть мои выпуски путни Мосбиржи. Вы просто покупаете, условно говоря, этот ETF. Она зарегистрирована в России, в отличие от Финнекса. Плюс Сбербанк крупнейший, все-таки выпускатель этой ETF. И все. Вот вам индекс в сборе. То есть, будет индекс расти, будете зарабатывать. Будет индекс падать, будет падать. Я не читал про дивиденды. Скорее всего, они будут реинвестироваться в сам индекс. Но надо почитать. То есть, я пока, вот кроме этого, я, наверное, посмотрел все. Про дивиденды я здесь не нашел, так вот, с первого взгляда, информацию. Соответственно, даже вот этот Сбербанк-индекс теперь добавлен у нас в таблицу. Он называется SBMX. Вот он у нас в разделе ETF. И вот здесь у нас торгуется. Но сегодня он растет больше. Мы видим 0,74, а индекс Московской биржи 0,53 растет. Надеюсь, он не будет так же падать сильно. В общем, значит, обновил табличку сектора. Обновил табличку валюты. Обновил табличку с бандами. Корпоративные все обновил. ОФЗ все обновил. Убрал облигации Банка России. Отсюда Кобры вот эти. Евробанды обновил все. Здесь очень интересные появились моменты. Но все вот эти ссылочки, то есть, каждую отдельную вкладочку, теперь она доступна. Можете по ссылке под данным видео скачать. Либо можете прямо в браузере у себя вбить. Thewallstreet.pro.slash.quick Вот. Здесь по ссылочке нажмете скачать сейчас. Сейчас вы перейдете на соответствующую страницу, где вы можете каждую вкладочку в отдельности скачать. То есть, не надо. Вот вам нужны конкретно сектора. Вот вы их скачаете. Чтобы их загрузить, просто скачайте этот файл. Правой клавишей мыши. На любую из своих вкладок, которые у вас текущие есть. Нажимаете загрузить вкладку из файла. Ну и, соответственно, загружаете. Вот эти все эти штуки здесь есть. Теперь давайте уже перейдем непосредственно к нашим будням. Итак, что хочется отметить. Пока мы падаем. Пока падаем. Периодами отскакиваем. Насколько долго это продлится, неизвестно. Предсказывать дальнейшую судьбу пока что-то не очень хочется. Хочу отметить несколько моментов. Несколько компаний, которые у нас есть. Значит, первое это МТС. МТС недавно у нас упала на списание 50 миллиардов рублей в качестве резерва под обеспечение будущих потенциальных требований Минфина США. Значит, мое мнение какое здесь. Я немножко так подумал, пораскинул. Прошло немножко времени. Мне кажется, эти деньги реально уйдут. Почему? Если помните, в мае месяце на МТС и на систему ряд сенаторов США покатили бучу по поводу того, чтобы санкции на них ввести, а на МТС в качестве за то, что оно якобы подкупало правительство Узбекистана, чтобы получить эти лицензии и так далее. МТС, значит, что мне кажется? Мне кажется, просто МТС заплатит вот эти 50 миллиардов в качестве такого штрафа, потому что ВИОН уже заплатил за аналогичное объявление, не объявление, а обвинение. И мне кажется, МТС тоже заплатит 50 миллиардов. И заодно как раз устранит более серьезную проблему, это потенциальные санкции. То есть, грубо говоря, сенаторы через полгода вспомнят опять про МТС, придут в Минфин, скажут, ребята, вы там наложили санкции на МТС? А им Минфин скажет, ребята, сенаторы, зачем накладывать санкции на МТС, если они заплатили штраф? И как бы все. И на этом все закончится. Мне кажется, вот примерно такое и разрулится. То есть, скорее всего, в следующем году мы можем увидеть, что эти 50 миллиардов не только бумажный убыток, но и реальный убыток по МТС будет. Теперь вышел отчет сейчас по Мечилу. Давайте просто глянем на вот это торжество. Давайте откроем минутный график. Вот такое было движение. Было движение 10%. Это было за 2 минуты 10%. Потом сейчас все это улеглось. Значит, на чем? На чем Мечил так стрельнул у вас? Я пока еще не успел посмотреть детальный отчет. Он только недавно вышел. И пока вы сейчас смотрите это видео, я уже этот отчет просмотрел. И уже он находится на нашем сайте WallStreetPro. Поэтому видео сможете посмотреть. Пока я в реальности еще пока не посмотрел, пока записываю это видео, что можем отметить? Значит, прибыль. Прибыль примерно идентична за 9 месяцев 2017-2018 года. Это значит, что будут... Ну, то есть, теоретически могут быть очень жирные дивиденды. Что такое жирные дивиденды? Ну, вот я так вот на скидку... Смотрите, если вы не помните каких-то моментов, здесь в поиске можно убить, допустим, Мечил. Мечил. И найти все наши записи по Мечилу. Так, дивиденд за 2000-2018 взяли в кредит. Вот смотрим, да, допустим, за прошлый год. Оп, ну, говорит, войдите на сайт. Сейчас, секунду. Так, я ввел данные. Говорит, нет, не надо сохранять. Итак, дивиденды за прошлый год у нас были 16,7 рубля. То есть, показатели, как мы видим с вами, идентичны. Идентичны прошлому году. Но пока по 9 месяцев. Будем смотреть итоги года, конечно. Но если все будет так же, как в прошлом году, то есть 16 рублей на акцию по Мечилу могут и заплатить. А как вы понимаете, 16 рублей – это 16, ну, практически 16% при текущей цене. Поэтому, естественно, такой, ну, скажем так, всплеск в котировках, естественно. Есть там один нюанс в Мечиле. Как раз в отчете я про этот нюанс расскажу, что есть шанс, что вообще этих дивидендов не увидит вообще никто. Ни 16, ни 2 рубля, нисколько за 2018 год. Еще прошел слушок по Распадской. Посмотрите на график Распадской. Вы увидите, что он, Распадск, упал со 140 до 125. Прошел слушок, что дивидендов, то есть, генеральный директор Распадск сказал, что в декабре обсудят новую див-политику. И тут приходит слушок о том, что обсуждения дивидендов в декабре на повестке дня совета директоров нет. Естественно, спекули, как сначала подняли цену бумаги, теперь также спустили ее. Ну, те, кто успел продать, я на вебинаре говорил, ребята, либо берите уже сейчас, все и хорош, либо ждите. Если дивидендная политика будет крутая, то цена будет 150, 160, 200 рублей. Если нет, ну, значит, все обратно к 100 рублям укатится. Вот, например, такая компоновка у нас и была по Распадской. Что еще хочется рассмотреть, это, конечно же, система. Сегодня вышел ее отчет. Я еще, опять же говорю, на сайт не выкладывал до записи этого видео, но просто давайте глянем хотя бы одну ключевую цифру из этого отчета системы. Смотрите в презентации. Это что мы смотрим у системы самое главное? Это долг. Значит, чистые финансовые обязательства корпоративного центра снизились на 6,7% всего. Это 9 месяцев уже прошло. МТС все заплатила. Всем, как бы, практически все деньги, которые можно было достать, уже достали. Соответственно, долг всего на 6% должны были снизить до 140, до 160 миллиардов по итогам года. Где они 50 миллиардов найдут за четвертый квартал, мне непонятно. Поэтому пока предварительно что-то они не особо-то и делеверидж делают, как говорится. То есть это как-то все мерзковато. Вот, как-то все пока мерзковато в системе. Значит, Лукойл. Я уже писал, что я лучок немножко подпродал. Ну, временно подпродал лучок. Конечно, сейчас красавчиком кажусь, что я продал его в районе... Я продал по 5 тысяч 70 рублей за акцию. На время, думал, сейчас скорректируется. И подкуплю. И вот не пойму, где теперь докупать. Точнее, обратно закупать свой лучок. Вроде технически вот где-то 4600, вроде ничего, такой уровень. А вот график, что-то вот кажется, вот мы куда-нибудь ливанут. 4400, вот. Там, правда, нефтяночка немножко вроде как уже перепродали. Если мы посмотрим с вами на график нефти. Мне кажется, перепродали нефть. Вот уже второй день мы можем куда-то сейчас отрасти. Надо, наверное, Лукойл обратно закупать, пока есть такая возможность. Ну, в общем, нефтяночку, конечно... Ну, конечно, в нефтяночку... Сейчас такой интересный момент. Либо нефть сейчас... Вот после, блин, снижения с 85 долларов до 60 куантиоскотчем на 65, на 70. И у нас всю нефтяночку выкупили процентов на 5. Либо там... Не забывайте, что Трамп пощадил Саудовскую Аравию. И я думаю, одним из условий вот этого было... Тайных договоренностей, что Саудовская Аравия больше не будет снижать выпуск нефти. То есть, обрезать. И будет держать нефть ниже 60, потому что высокая нефть Трампу невыгодна. И невыгодно много кому. Поэтому, я думаю, сильно мы больше не уйдем наверх. По крайней мере, в ближайший год по нефти. То есть, нефть где-то в районе 60 плюс-минус, а может и минус даже, вот наше будущее. Ну, по крайней мере, мне так кажется, если теории заговоров смотреть. Так, идемте дальше. Дальше, что хочется еще отметить из всего этого. Наверное, 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 вот я смотрю, Химия Фосагра там начали покупать. То есть, на хорошем отчете Фосагра слили, вот эта свечка, смотрите. То есть, вышел хороший отчет Фосагра, реально хороший, хороший, хороший. Мы увидели с огромным объемом слив. Давайте вам прям покажу часовочки. Вот, была вот такая свеча. И как-то два дня мы тухлили по Фосагра, как будто отчеты и не было хорошего. И что-то вот последние два дня так раз-раз, и народ задергался, начал что-то покупать. Что покупать начали? То есть, на отчете продают. После отчета, через три дня, потихонечку начинают, видимо, соображать, что вроде и отчет неплохой. Поэтому Фосагра начали подбирать. Немножко я вижу, подбирают Агро, нашу Русагро. Но из-за того, что здесь низкая ликвидность, вот я попытался просто купить на небольшой объем, я еле-еле в стакане смог объем этот собрать. То есть, объем очень маленький. Русагро немножко, видите, сейчас трендиком так каждый день поднимается. То есть, народ все-таки так видит, что сахар подрастает, и в Агро есть интересный момент на четвертый квартал. То есть, вот, да, такие моменты, обратите ваше внимание. Значит, кто еще транспорт, аэрофлот. Аэрофлот сегодня как бешеный растет. Я думаю, вы понимаете причину роста, значит, на мой взгляд, опять же, субъективный. Это цена на нефть с 85 долларов упала на 60, это значит, топливо резко подешевеет. Это значит, на четвертый квартал для аэрофлота будет более профитный, чем предыдущий. Вот, плюс у нас буквально завтра-посезавтра выходит отчет по аэрофлоту. Ну, видите, народ уже задирает. Лично я ни при каких обстоятельствах аэрофлот не куплю. Но если вы спекулируете, любите спекулить, пожалуйста, аэрофлот сейчас вот кто-то на горочку вздымает. Что потом как? И пробить 90 вниз. Понимаете, чтобы упасть, запомните, всегда есть такая у трейдеров притча, чтобы упасть, нужно сначала подняться. То есть, смотрите, всегда на горочку, видите, аэрофлот вот, сначала на горочку поднимаемся, потом с горочки, потом на горочку поднимаемся, а потом с горочки вот так вот едем. То есть, всегда вниз, вверх, вниз. То есть, сейчас мы поднялись на горочки, а что через два дня и так опять к 100. Но мне так кажется, я оттуда ванговать не умею, не могу от чего-то вперед. Еще у нас мы с убытком продали наш МОСЭНЕРГО, и когда продали, вот он с тех пор только и падает, и падает, и падает, и падает. То есть не все еще, видя эхо по рынку очень плавно доходит, что МОСЭНЕРГО скорее всего показатели в ближайших года-два будут только снижаться. Поэтому постепенно народ распродает МОСЭНЕРГО. К сожалению, менеджменту вообще все равно. То есть менеджменту Газпром Энерго Холдингу вообще все равно, что там с капитализацией компании творится, они вообще ничего не делают, чтобы эту капитализацию хоть как-то поднять, вообще ничего не делают. Что МОСЭНЕРГО будет стоить там рубль 60, что 3 рубля, ни один мускул у менеджмента не дернется, то есть, а зачем? Зачем вообще капитализировать что-то? По МРСК Центра Приволжья вышли данные лучше, чем по РСБУ. То есть по РСБУ вышли за третий квартал, вот тут он отчет выходил в конце октября 31 слили Центр Приволжья, потому что третий квартал оказался по РСБУ так к себе, а вот МСФО вышло хорошее. вышло хорошее, там по РСБУ там получался рост очень маленький, там в районе 9%, а по МСФО 20%. То есть МРСК неплохо, даже МРСК Урала лучше отчиталась по МСФО, чем по РСБУ. Поэтому здесь были некие покупки. Что еще хочется сказать? Ну, наверное, пока все, пока все. Мы, говорю, все, что нам нужно на вебинаре уже прошли. Какие-то отдельные сейчас компании, которые дочитываются, вы можете их анализ почитать на сайте. Забирайте мою полностью настройку, потому что я видел, что ребята, вы мне пишите, я вам специально не отвечал, думал, что вот в этом видео сразу вам отвечу. Но получилось, аж через неделю смог из-за горла ответить. Все. Надеюсь, что-то будет новое, интересное мы снимем через пару недель, но и будни Уолл-Стрит надо снимать в следующем выпуске. Всего хорошего. Пока. Ссылки все внизу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова